Вот гениальная тема маркетинг, нейминг автомобиля и дизайн. Продать людям то, чего по факту реально нет, это очень круто. Ну и современные автопроизводители очень любят такие штуки и очень любят так издеваться над потребителем. Вот эта машина, да, Ford Explorer. Вот когда вы видите, как он выглядит и когда вы слышите его название, как он звучит, да, вот вся вот эта брутальность, что у вас в голове представляет, ну, какие картины в голове рисуются? Сразу рисуется какая-то американская такая огромная степь, да, там где вот Grand Canyon, все вот эти пустыни, вся вот эта фигня, что вы там едете, всей семьей спокойно, абсолютно не заморачиваясь вообще, что там под колесами, любое покрытие, мы через все это проедем, совершенно вообще без каких-либо трудностей и так далее. Но по факту-то, по факту в этой машине всего этого нет. Итак, это у нас Explorer пятого поколения. Начали они производиться в 2011 году и производятся до сих пор. В отличие от всех предыдущих своих поколений, действительно больших рамных внедорожников, этот просто кроссовер. У него убрали раму, у него несущий кузов. Он все еще семиместный, он все еще просто огромных размеров. Просто раздатка, просто муфта, никаких жестких блокировок, только имитации и помощник при езде по разным покрытиям. Вот и все, что у этого автомобиля есть. Остался большой объемный мотор, довольно тяговитый, очень хороший. Остались гигантские размеры, но тем не менее, это все-таки кроссовер. И люди, которые ждут от него каких-то великих подвигов по бездорожью, по лесам, по полям, по болотам, ну, вряд ли, очень вряд ли. Конкретно этот автомобиль, это автомобиль нашего клиента, мы искали эту машину и подбирали. Это очень удачная покупка, в том плане, что этот автомобиль 2013 года, мы купили его в начале февраля 2015 года. Купили мы его за 1.8 с какими-то небольшими еще, то ли 1.820.000, то ли 1.840.000, я вот не помню точно. Но фишка в том, что это максимальная комплектация, и такой автомобиль новый сейчас стоит от 2.7. Плюс допы, плюс колеса, плюс там всякая фигня. Я думаю, что за 2.9 можно будет с Солонова ехать. В этом автомобиле было оба комплекта колес, оба на дисках и так далее. И вот скажите мне после этого, что новые автомобили покупать выгодно. Ну а теперь, собственно, давайте уже пойдем по машине, что вас ждет, и на что нужно внимательно смотреть, когда вы такой автомобиль выбираете. Для начала кузов. Наконец-то у меня есть автомобиль, про который можно что-то рассказать по кузову. Потому что все предыдущие обзоры как-то были, что особо ничего не расскажешь. Но здесь есть что рассказать. В общем, он в длину 5 метров, в ширину 2 метра, в высоту 1.8. Огромный кузов, огромного объема, и сделать его достаточно жестким, чтобы он не ходил ходуном, довольно сложная задача. И много владельцев жалуются на то, что если встать зимой где-нибудь на поребрик, с сугробом, что машина будет стоять под углом, то может не захотеть открываться автоматически дверь задняя. То есть ее придется поднимать вручную. Моторчик скажет нет. Потому что проем уже слегка перекашивается, а на моторчике стоит специальный ограничитель, который не дает ему прилагать много усилий, иначе он сгорит. И как только моторчик понимает, что очень сложный открывать дверь, он просто отключается и придется поднимать дверь вручную. Вторая проблема – это герметик на крыше. Фишка в чем? Сейчас все эксплойеры собираются у нас в России. Есть вариант привезти на заказ американскую сборку, но большинство машин собирается у нас в России, на Солерсе, в Елабуге. Не самый качественный завод у нас в России, прямо скажем. И часто бывает проблема с тем, что с завода лежит некачественный герметик. Вот под рейлингами, на стыке крыши и боковины. И со временем он трескается, лопается, и в салон начинает поступать вода через крышу. Это реальный случай, и по гарантии это довольно часто. Довольно много обращений по гарантии у людей из того, что у них течет крыша, чтобы меняли герметик. Поэтому если вы увидите эксплойеру, который весь целый, но при этом у него покрашена крыша, толщиномером будете проверять, то, скорее всего, его просто меняли герметик. Но, соответственно, для этого должны быть какие-то документы. Дальше, не то чтобы довольно частые случаи, но, тем не менее, такие случаи были. Жалобы по поводу лакокрасочного покрытия, что на некоторых машинах был какой-то откровенный дефект, и краска начинала через 2-3 года просто вспучиваться, облизать, и машина начинала ржаветь. Все, начинает все это происходить по низу дверей, вот по вот этому загибу. У нас машина немножко грязненькая, конечно, но ничего страшного. Начинает здесь облазить, обсыпаться и ржаветь. Вот самое первое место это кромки дверей. Поэтому, когда ходите, проверяйте кромки дверей, чтобы они были в нормальном состоянии. Следующим начинает задаваться капот. Вообще, производитель утверждает, что автомобиль абсолютно полностью оцинкован. Да, он оцинкован, но если вот бывают такие косяки с краской, то это не поможет. И последняя проблема, и вот она была только на российских машинах, российской сборке, и только на первых сериях, где-то вот 11-12 года, была проблема с уплотнителем двери, задних дверей. Вот этой и той, что в салон могла поступать пыль, грязь и прочая фигня. То есть уплотнитель неплохо прилегал, и был косяк, при том, как с уплотнителем, так и с установкой самой двери. И люди, когда приезжали к дилерам, жаловались по этому поводу, что у меня всякая пыль в салон лезет, они предлагали им немножко подогнуть дверь, чтобы более плотный уплотнитель смог прилечь к этому всему делу. Действительно, ну, как бы это какой-то бред, но, тем не менее, факт такой есть. Последний момент, это то, что автомобиль здоровый, у него с обзорностью, ну, реально вопросы есть. И когда будете смотреть автомобили, очень много автомобилей крашены по бамперам, по крыльям, по низу дверей, по задним бамперам. То есть вот труд, все, что можно притереть на машине, потому что, ну, действительно, с обзорностью есть проблемы. По крайней мере, когда мы искали этот автомобиль, мы пересмотрели вариантов, ну, наверное, 8. Это был единственный, кто абсолютно полностью в родной краске. Все остальные были где-нибудь, как-нибудь, но покрашены. Вот, по кузову больше ничего не скажу, поэтому давайте поговорим про технику. И вот сразу, вот американцы, когда вы покупаете дорогую машину, вы от нее ждете, что все будет классно. То есть вот куда бы вы ни сунули, все будет прикольно, круто. Вот что я имею в виду? Я имею в виду то, что вы покупаете машину, если вы покупаете ее новую, да, там, почти за 3 миллиона, но у вас нету упоров под капотом. Вы, конечно, сюда не должны лазить, я понимаю, но, блин, ребята, машина за 3 миллиона. И то же самое вот по салону, то вот американцы не в таких вот мелочах, они никогда вот не заботятся о таких вот еще. Им, на самом деле, просто самим без разницы, но европейскому потребителю это сложно понять. По технике. Самый популярный двигатель это 3.5 V6. Абсолютно беспроблемный мотор. Много чего куда ставится на именно истинно американские Форды. Особенность его в том, что, вот мы все привыкли как-то, да, что двигатель, если он V, если он V-образный, то он расположен продольно. Здесь он впихнут поперечно. Такая компоновка нужна для того, что автомобиль, в принципе, это переднеприводный. И если отключается полный привод, там, ну, там, по какой-то ошибке, либо по тому, что он сломался, то у вас отрубает заднюю ось, у вас остается переднеприводным автомобиль. Потому что, ну да, передний привод нереально сделать, когда у вас V-образный двигатель стоит в продольной. Это очень сложно. Сюда ставится 3.5 V6. 249 лошадейных сил, 290 лошадейных. Разные форсировки, они и у американцев, и у российских они отличаются. На версию Sport, вот эта комплектация Limited, есть версия Sport, куда ставится турбированный двигатель, и туда ставится точно такой же 3.5 литра турбированный. У него уже 396, по-моему, лошадей, если я не ошибаюсь. И также на американцах есть еще 2-литровый турбированный двигатель. И 2-литровый турбированный двигатель с небольшой мощностью, вот мощность 2-литровая я не помню, потому что этих машин у нас практически на рынке нет. По двигателям вопросов нету никаких. На них на всех ставится 6-ступенчатый автомат. С ним тоже никаких проблем не бывает. Единственный большой косяк, который бывает с елабужскими именно машинами, особенно первых годов выпуска, вот когда любую машину, когда только она встает на конвейер, первый год, полтора, и конвейер отстраивают. Невозможно, даже если у вас абсолютно продуманная технологическая карта, если автопроизводитель давно уже существует и давно знает, как нужно собирать автомобили, все равно невозможно отладить конвейер быстрее, чем за год. Вот невозможно. И в первых годах выпуска было просто куча автомобилей, у которых то перелили масло в автомат, то не долили масло в автомат, то перелили масло в раздатку, то не долили масло в раздатку, то еще в мостку. Короче, ну как бы вот вещей, которых в принципе быть не может на конвейере, тем не менее случались. Были официальные обращения у людей к дилерам, когда они приезжали, что у них дорогается автомат, и просто сливали лишку масла, и ехали люди даже счастливые. Тем не менее, вот такая тема бывает. Самая большая проблема этих автомобилей, это раздатка и муфта Haldex. Потому что, ну на самом деле, раздатка стоит здесь откровенно слабенькая. То есть не именно по передаче, а именно по своему ресурсу. То есть если вы будете активно использовать автомобиль на внедорожье, если вы будете активно уноситься со всех светофоров и топтать тапку как только можете, то раздатка умрет очень быстро. Она может умереть там за 20-30 тысяч километров. Притом, когда вот раздатка умирает, ну во-первых, она у вас начнет отрубаться постоянно. То есть через какое-то время там 3-4 активных старта, вот прям тапку в пол, а потом и тормоз в пол. И вот так вот 3-4 раза, скорее всего, раздатка уже нагреется. И у вас появится на щитке приборов, ну оповещение, что у вас полный перевод отключен. Что раздатка перегрелась. Либо муфта перегрелась. То есть они обычно вдвоем это делают. И если этим делом злоупотреблять, то, ну просто выкиньте раздатку. Она относительно недорогая. Относительно всей стоимости автомобиля она недорогая. Поменять ее с работой стоит порядка 50 тысяч рублей. Вот. Но это, кстати, по старым ценам. То есть сейчас, может быть, это будет дороже. Ну, не может быть, это будет дороже. Там может быть 1070. Также многие фурмчане советуют масло в раздатке поменять. То есть вот, которое залито с завода, его стоит поменять. Не знаю, как бы. Все-таки я считаю, что это премиумные автомобили. Тут не может быть такой фигни, как на Автовазе, например. Что надо менять все масла и все жидкости, которые залиты с завода. Но, тем не менее, такое мнение есть. Что через 20-30 тысяч километров лучше масло в раздатке поменять. Если вы ее активно используете. То есть если вы постоянно куда-то там спускаетесь, где-то там ползаете по грязи, либо по снегу. Ну, где-нибудь, где вы используете по-настоящему полный перевод. Также есть случаи, когда активно насилуют раздатку. И были случаи, когда масло превращалось внутри ее просто в пластилин. Это происходит тогда, когда не совсем герметично подогнаны детали. Либо что-то. Потому что сама по себе масло в пластилин превратиться не может. Ей нужна вода и воздух для этого дела. Ну, и большие температуры, соответственно. Ну, и если такое случается, то раздатку нужно выкидывать. При том, при том, когда все это дело перегревается, вы это поймете даже не только потому, что у вас там что-то там замигает и выдаст сообщение. Все это будет жутким образом вонять. Серьезно. В салоне будет пахнуть прям, ну, я не знаю, как объяснить этот запах. Но очень сильно похоже на то, как пахнет газ. Вот который у вас в газовой плите дома. Вот примерно так же будет пахнуть в салоне. Это когда перегревается муфта Халдекс и когда перегревается раздатка. Вот. Больше, в принципе, каких-то серьезных моментов по машине нет. Двигатель надежный, автомат надежный. По подвеске тоже еще... Ну, у нее на самом деле не сильно такая большая сервисная история. И больших пробегов на этих автомобилях лично я не видел. То есть вот прям сильно уношенных и сильно ушатанных автомобилей я не видел. Для двух годовалых машин в среднем пробег 40, 50, 60 тысяч. Некоторые ездил, видел 90 тысяч. Но сильно больших пробегов на них не наматывают. Если вы хотите долго и спокойно ездить, то забудьте про то, чтобы этот автомобиль насиловать. То есть если на нем ездить спокойно, размеренно, то никаких проблем не будет. Ни с раздаткой, ни с коробкой, ни с двигателем. Если будете топтать как сумасшедший, ну, соответственно, будете часто ездить в сервис. Кстати, по технике еще могу сказать, что очень удобно смотреть, вот снималась ли морда, не снималась ли, были какие-нибудь вещи. Потому что все болты открыты, ничего нигде не зашито, нету... Ну, как бы все открыто. Это еще один как бы и плюс, и минус американцев одновременно. Хе-хе-хе. Вот. Закрылся. Ну, первое, что ты чувствуешь, когда ты залезаешь в салон, это то, что он реально огромный. То есть ты прям садишься, и ты понимаешь, что ты сидишь в американца. В настоящем американца, который огромный такой чемодан, в который может влезть там вся семья и твоя, и соседи, и всего подъезда вместе. Вот. Единственное, что лично меня расстраивает в этом конкретном автомобиле, и это относится ко всем американцам. Вот абсолютно ко всем. Это то, что материалы здесь, ну, не на этот класс автомобилей, можно сказать. Понятно, что целевая аудитория у этого автомобиля немного другая, нежели у европейцев, да? Но все равно, вот. Еще, ну, он не то чтобы мягкий, он твердый, он хоть чуть-чуть напроминается. Но вот здесь, вот снизу, такой, ну, вот как в Газели. Ну, не как в Газели, ну, вот все, вот пластмассина прям конкретная. Руль, кожа от фокуса. Вот абсолютно та же самая кожа, что в фокусе, натянутая в этом автомобиле за, ну, в новом варианте за 2.7. Здесь куча опций. Вот что-что, а опций здесь реально много. Здесь полный электропакет, само собой, камера заднего вида, все на электроприводах, все только может быть, кроме одного. Руль здесь механический. Тоже мне это непонятно. Ну, абсолютно все в машине на электроприводе, но при этом руль... Будь милостив, подергай сам. Ну, как бы, непонятно. Очень неудобная аудиосистема в том плане, что... Ну, все на сенсорах, все сенсорными кнопками, и на сенсор вынесено вообще все. То есть, на дисплее и обогрев, вентиляция сидений, кондиционер, все что угодно, все вынесено туда, и, ну, их можно очень легко зацепить. То есть, делая одно действие, вы можете случайно зацепить еще какие-нибудь кнопки, и это все вас постоянно отвлекает от дороги. Я все-таки больше за то, чтобы, ну, все-таки кнопки где-то какие-то оставались важны. Там кондиционер, ну, что-то вот такое. По салону и по вентиляции есть косяк, на который тоже жалуется довольно большое количество владельцев. Точнее, косяка два. Первое, это то, что в салон проникают практически все запахи с улицы, и с этим ничего не сделать. Притом, с этой проблемой пытаются бороться и американцы, то есть не сам Ford, а именно покупатели в Америке. И тоже там вот я залезал на американские форумы, и там народ писал, как они снимают передние бамперы, как смотрят там, где там заходит воздух, где происходит забор воздуха в салон, там какие фильтры. В общем, дело в том, что воздух, который у вас вертится в подкапотном пространстве, он тоже может попадать вам в салонный фильтр. И вот если, да, если перегревается раздатка, если перегревается Haldex, это все идет в салон. Если, грубо говоря, даже если просто рядом где-то на улице курит человек, вы тоже можете это в салоне почувствовать. Вот, и ничего с этим не сделаешь. Вот запахи в салон пропадают. И второе, это то, что материалы все жесткие, и со временем все это начинает греметь. Больше всего жалуются, во-первых, на вот эту пластиковую накладку у лобового стекла. Ну вот серьезно, на вот звук такой. В автомобиле за 2,7. Ее выковыривают, проклеивают и, в принципе, перестает греметь. Второе место гремучее, это вот очечник и вся вот эта вот конструкция со светом. Она тоже, она может вибрировать и биться то об крышу, то еще обо что-то. Ну тут да, тут все такое довольно жесткое. Но, кстати, вот в этом автомобиле не гремит ничего, как ни странно. То есть мы сейчас катались за рулем, пока ехали на место съемки, и сейчас поедем еще обратно. Никаких тут, ну в этом конкретно автомобиле посторонних звуков никаких нет. Единственное, что вот бардачок тут периодически поскрипывал. Ну вы этого не услышите, да. Когда будете осматривать автомобиль, в первую очередь обращайте внимание на сидение. Потому что кожа здесь, ну на сидении кожа хорошая, она лучше, чем на руле. Не такая хорошая, как на европейцах, конечно, но тоже ничего. И на пробеге где-то 50-60 тысяч она начинает уже просиживаться, уже появляется вот эта характерная, ну как сказать, вот эта вытянутая кожа вот на именно сидушке. И к 80 она потихоньку начинает трескаться. Это, конечно, сильно еще зависит от того, какого размера человек ездит. Потому что под 100-килограммовым человеком и подо мной сидение будет по-разному изнашиваться совершенно. Это понятно. Но тем не менее, то есть если сидение сильно такое заношено, если оно все в трещинах, а со временем оно будет все в трещинах, то, а на одометре при этом нарисовано там 30 тысяч, то я бы в это не верил. Второе, подлокотник. Вот эти нитки на подлокотнике и сам подлокотник, они довольно часто, ну довольно быстро затираются. Тоже обращайте внимание. И пластмасски на руле, и сам руль. Руль как у фокуса, вот реально один в один. К 100 тысячам он заблестит, полысеет, вот эта текстура с руля, она пропадет. И вот эти пластмассинки тоже будут довольно сильно изнашиваться от пальцев. Ну как не изнашиваться, они вытираться будут, они будут становиться темными. Потому что реально вот такая пластмасса, ну как в фокусе. Серьезно. Ну я вот, ну честно, я не понимаю. Я считаю этот автомобиль все равно довольно хорошим вариантом для покупки, но вот материалы прям очень сильно огорчают меня лично. То есть это вот лично мое. По салону в принципе все. Сейчас если что-то еще почувствую, то расскажу по ходу дела, и поехали прокатимся. Интересно, какой у него расход? Где это можно посмотреть? Окей. Так. О, расход топлива. Ну, показывает средний расход 15,2. В принципе для 3,5 V6, для бензина, нормально абсолютно. Вот она показывает четверть бака, и что на этой четверти бака, ну уже загорелась лампочка, что 120 километров останется. Вон, 115 километров до пустого бака. Ну ладно, покатили. Ну, во-первых, ощущение от большой машины, оно не то чтобы тут присутствует, оно здесь просто доминирует. Реально ты едешь просто, и ты понимаешь, что ты просто, ты чуть ли не в квартире едешь в какой-то, в доме на колесах. Вот я сижу, я довольно щуплый парень, но вот рост у меня метра 86, вешу я 75, и вот при моей комплекции я сижу и, я не знаю, как объяснить это чувство, но я чувствую себя маленьким вот именно в водительском пространстве. То есть, мне, чтобы облокотиться на подлокотник, либо на дверь, мне нужно изменять свое положение. То есть, я не просто вот как в обычной машине, ты что, ты ложишь руки, а здесь именно ты наклоняешься. То есть, ты либо сидишь такой на подлокотнике, либо на двери вот так, чтобы было комфортно и удобно. И сидение большое, боковой поддержки, ну, как таковой нет. Ты сидишь, как на диване дома. И вот машина вот, она вот такое ощущение, и дает не хочется куда-то вот нестись, ехать быстро, ты едешь просто, тебе очень комфортно, ты не чувствуешь всю дорожную грязь вообще никак, то есть, все эти ямки, стыки маленькие, там что-то еще. Машина покачивается, но дискомфорта это не доставляет совершенно никакого. Обзорность. Ну, вот обзорность так себе, на самом деле. Очень широкие стойки, они загораживают очень, ну, очень много места. И я понимаю, что, допустим, во дворе ночью, либо когда по небольшой улице будешь ехать, то это может закрыть пешехода, это может много чего закрыть. От того, что я постоянно езжу на разных автомобилях в силу своей работы, у меня как бы как таковой привычки к автомобилю нет. То есть, я всегда комфортно себя чувствую практически в любом автомобиле, у меня нет проблемы там по габаритам и по ощущениям, в принципе. Но вот к этому автомобилю мне реально нужно привыкать. Серьезно, он очень большой, он довольно неповоротливый, у меня большой радиус разворота, и лично мне не хватает зеркал. Вот серьезно, они вроде бы большие, но опять же, по сравнению с автомобилем, хочется еще больше. Хотя в них есть датчики слепых зон, они довольно, кстати, классно работают, но все равно, вот не хватает мне обзорности. Вроде сидишь высоко, вроде должен все видеть, но почему-то вот нет этого чувства, что ты понимаешь, что происходит вокруг автомобиля вот всецело полностью. И вот из-за этой обзорности, ну вот, блин, реально, мотоциклиста можно не заметить. Притом из-за того, что автомобиль такой здоровенный, можно даже его не заметить, когда ты его переехал уже. Ну, потому что соотношение масс-то вообще просто фантастическое. Весит автомобиль в незагруженном состоянии 2 200 с половиной, 250. Ну, как бы со всей фигней, с нами сейчас внутри, ну, весит он где-то 2 400, 2 450. И при такой массе он едет. Вот, недостатка мощности не чувствуется вообще. Вот опять же, вот я сейчас перестраиваюсь, и у меня вот такое чувство, ну, вот, вот, не хватает. Как будто вот, вот, немножко перестраиваюсь вслепую, как будто бы. Не знаю, как объяснить. То есть, в зеркало все видно, но все равно вот какое-то вот такое чувство есть. Вот, про массу говорил. Автобиль действительно тяжелый, но при этом он едет. То есть, какой-то дискомфорта по тяге, дискомфорта потому, что ты тормозишь, поток нет. Тормозит, ну, как и любой американец, тормозит он так себе. Вообще, вот, по ощущениям, мне автомобиль нравится. Вот, серьезно. То есть, он большой, комфортный. И со временем начинаешь уже просто, ну, не обращать внимания на то, что из довольно жестких материалов сделан. Потому что, в принципе, в целом сидение приятное. Руль, хоть и фокусовский, но приятный. Вот он правильной формы, он... На нем правильное усилие. То есть, ты чувствуешь автомобиль, ты его понимаешь. Просто к нему нужно какое-то вот... Немножко привыкнуть. Запас тяги есть всегда. То есть, всегда можно ускориться. Несмотря на то, что автомобиль весит так много. Это вот, на самом деле, самое прикольное ощущение. Что едешь в огромном автомобиле, но при этом, как бы, ты можешь... Ты не чувствуешь себя грузовиком. Вот, кстати, едем, потихоньку начинает скрипеть бардачок. Но не услышите вы на камеру, не услышите. Ну и на дороге вас, естественно, тоже пропускают. Потому что автомобиль выглядит действительно дорого, действительно классно снаружи. Внешний вид, внешний вид это круто. Это прям, ну, дизайнер молодцы. Мне очень нравится приборная панель. Вот, реально нравится. Реально нравится спидометр. Мне очень нравится, как это выглядит. Мне нравится тахометр, потому что над ним мы просто вот поиздевались. Потому что он такой маленький. И на самом деле его, даже если руль не совсем... Ну, вот, руль ты должен выбирать. Либо ты полностью видишь всю приборную панель. Ну, в моем случае, я не знаю. То есть, вот, мне... Либо я держу руки, удобно на руле, да, что мне удобно. Либо я себе загораживаю немного приборную панель. Или я себе загораживаю немного приборную панель. Вот. В целом, если... Вот, подвести какой-то итог по автомобилю. Первое. Они очень хорошо... Они очень быстро дешевеют. И поэтому, если вы купите новый, то готовьтесь к тому, что через два года он потеряет, ну, больше трети своей стоимости по факту. Готовьтесь на то, что довольно долго вы его будете продавать, потому что все-таки это не самый популярный автомобиль в этом ценовом сегменте. Вот. Если вы ищете вариант на вторичке, то готовьтесь к тому, что будет он со всех сторон поцарапанный, покоцанный, там, и так далее. Но если хорошенько постараться, если хорошенько покопаться, то хороший вариант найти можно. И если вы автомобиль насиловать не будете, то все с ним будет хорошо. Потому что так-то по конструкции, по всему тому, что происходит, он очень простой. Он реально очень простой. И, в принципе, как бы за эти деньги такой здоровенный ящик семиместный, да, с таким набором опций, ну, я даже не знаю, кого вы еще купите. За те же деньги при прочих равных. Вот, серьезно. Вот. Я считаю, что этот автомобиль, ну, действительно достойный. Я люблю простые автомобили, в которые ты спокойно сел и знаешь, что он доедет в любом случае до пункта назначения. Вот. Спасибо, что смотрели это видео. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, вы можете мне смело задавать их в ВКонтакте, да. Вопросы любые касаемо покупки автомобилей и абсолютно любые. Там, касаемо услуг, то же самое. Если вы что-то новое в этом видео для себя узнали и вам оно понравилось, то поставьте обязательно лайк. И еще раз спасибо за просмотр и увидимся.